Финансовые власти страны всерьез задумались о легализации майнинга криптовалют. Сейчас в России генерация электронных денег на специальном оборудовании не разрешена, но и не запрещена. По мнению вице-премьера Александра Новака, майнингу нужно придать статус предпринимательской деятельности и обложить налогом. Каковы перспективы этого относительно нового рынка? Какие правила ему нужны? Кто из россиян вообще может на этом заработать и что такое криптовалюта? Это мы решили узнать у горожан на улицах города. Вряд ли, наверное, можно сейчас на этом заработать. Ситуация в мире такая, что, ну, по-моему, не располагает заработку на ней. Потому что вот эти все видеокарты и прочие комплектующие для компьютера дорожают на фоне всех санкций. Ну, в России точно. Ну, в Европе и в США, думаю, все-таки можно. Ну, а криптовалюта это, ну, как по мне, сомнительная. У моих знакомых никто не зарабатывает на этом. Заменить нет, но дополнить может. Поясните, пожалуйста. Ну, как, это и вторая валюта. То есть, если доллары, будет криптовалюта. Кому-то давнее будет криптовалюта расплачиваться. О, ну, это сложный вопрос. Да и долгий. Я думаю, можно, но только нужно учиться долго, чтобы заработать. Я думаю, а кто учится, и тот зарабатывает. Ну, что-то сомневаюсь. Не знаю. Ну, вполне, а мне кажется, может. Почему нет? Если государство не будет как-то запрещать. А как у нас государство поддерживает вообще криптовалюту? Нет же, да, по-моему, насколько я знаю? Если будет поддерживать, мне кажется, будет. Ну, тогда, тогда да. Кто-то занимается, получает криптовалюту. Это, на самом деле, прибыльная достаточно тема. Там нужно покупать оборудование, определенные системные программы. Программы.